Наращивание живой массы перед зимой Наращивание живой массы животного обусловлено уменьшением светового дня, увеличением количества часов сумеречного, темного времени суток. И в это время идет усиленный нарост живой массы. Температура еще влияет, но основным фактором является, что животные чувствуют приближение зимы, у них же нет календарей, они чувствуют его постижение светового дня и по увеличению темного времени суток. Значит у них улучшается аппетит к зиме и к зиме нагуливается, то есть они должны иметь определенный энергетический запас, чтобы зиму пережить. Теперь, если в процессе воспроизводства, многолетнего воспроизводства у вас принята концепция усиленного от корма зимой, то есть высокая вероятность того, что к зиме они будут нагуливаться слабо. То есть они знают, что у них зимы каждый год идут хорошие и хорошо кормят, им нет смысла наращивать зимой живой вес. То есть этот момент можно использовать в хозяйственной деятельности. Так, каким образом? Таким образом, что зимой животное, если будет худеть, ничего страшного в этом нет. Австралийские ученые рассчитали, что овца в среднем при свободном доступе к кормовым ресурсам может потреблять в три раза больше сена и зерна, чем ей нужно для нормальной продуктивности. Шерсти и мяса в три раза больше. То есть перерасход? То есть в экскрементах животного находится большое количество питательных веществ. То есть не переработанных. Не переработанных. Понятно. То есть нет смысла зимой животное кормить, чтобы оно было выше средней степени упитанности. Смысла нет. А то, что оно похудеет немножко, ничего страшного. С хозяйственной точки зрения тоже как бы вам полезно. У него ягненок будет нормальный. Спасибо. 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 Спасибо.